Лето в этом году выдалось знойное, отдыхающих у водоемов не убавляется. И хорошо, если горожане предпочтут официальный пляж, откажутся от употребления алкогольных напитков и будут вести себя внимательно и бдительно. Но практика показывает ни пугающие цифры недавних трагедий, ни настойчивые советы спасателей, ни элементарное чувство самосохранения не останавливают некоторых людей от риска. Еще раз напомнить молодежи, как вести себя, если все-таки трагедия произошла, собрались активисты Союза молодежи. Научить детей реагировать и не попадать в какие-то такие плачевные ситуации, тем более в нынешних условиях, когда очень сильная жара и очень хочется отдохнуть на пляже, но чтобы все-таки ребята всегда оставались бдительны и в случае, дай бог, чтобы такого никогда не пригодилось, они имели возможность помочь человеку. Акция состоялась под эгидой МЧС, ОСВОД и БРСМ. Благодаря ей участники представители молодежных отрядов охраны правопорядка освежили в памяти главные правила поведения на воде, а также учились оказывать первую помощь при спасении утопающих. Молодежь тоже надо информировать об этом и знать, как надо проводить вообще время с водой и не лезть в воду, если вообще не умеешь плавать. Важно, наверное, нести ответственность и за себя, и за окружающих, правильно? Да, надо нести за себя и за окружающих. Если там идти с младшей сестрой или с человеком, который младше тебя, то лучше следить за ним и давать ему некоторое время находиться в воде, а не все время и когда он захочет. Словом, не оставлять без присмотра, верно? Эти знания юношам и девушкам точно понадобятся. Впереди еще два летних месяца. Время, когда бойцы отрядов охраны правопорядка в рамках акции «Летний патруль» будут патрулировать городские пляжи. Практически каждую неделю мы с ребятами выходим на пляжи городские, инспектируем людей на состоянии, возможно, алкогольного опьянения, то есть совместно с УВД, профилактируем вот эти вот несчастные случаи и инспектируем пляжи, которые непригодны для купания.